Житель Шимкента узнал, что дал свое согласие на посмертное изъятие органов. Несколько дней назад мужчина получил уведомление о регистрации обращения. Проверив свой личный кабинет в Ягов, он испытал шок. Оказалось, что кто-то без его ведома подписал заявление на согласие стать трупным донором. Анастасия Новикова расскажет подробнее. Ваше обращение на исполнение у местного акимата. Такое сообщение от единого контакт-центра 1414 23 июля получил Абай. Мужчина попросил не показывать его лицо. Говорит, решив проверить свой личный кабинет на Ягов, увидел несколько к удивлению уже прочитанных уведомлений. Одно из них повергло его в шок. Оказалось, что Абай, даже не подозревая об этом, дал свое согласие на посмертное донорство. Мужчина уверяет, никаких заявок он не оставлял, а доступ к электронному ключу имеется только у него. У меня есть подозрение, что это работники здравоохранения делают. Не знаю, зачем это. Хочу, чтобы разобрались, убрали меня из этого. Я никакого согласия не давал, чтобы меня после смерти на донорство пустили. Как теперь отозвать согласие, мужчина не знает. Говорит, что уже несколько дней звонит в городской акимат и единый контакт-центр, но все впустую. В администрации Шумкента отписались, мол, без электронной цифровой подписи сделать это невозможно. Согласно правилам, оказание государственной услуги в электронном формате осуществляется посредством электронной цифровой подписи или подраспиской с помощью СМС-пароля. В данной ситуации иные лица не имеют возможности получить государственную услугу без вашего ЭЦП. Что это было – ошибка системы или незаконные действия госслужащих, которые явно превышают свои полномочия и нарушают законодательство. Адвокат Евгений Еворский говорит, что выяснить это можно, обратившись в правоохранительные органы. Там можно узнать, с какого устройства была подана заявка. Только в этом случае удастся привлечь нарушителей по закону. Статья 147 называется «Нарушение неприкосновенной частной жизни и законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите». Вот эта статья в уголовном праве защищает наши персональные данные и запрещает кому-либо, в том числе ответственным сотрудникам каких-то госорганизаций, как-то нашими данными пользоваться. Ситуация беспрецедентная. Здесь пять частей, понимаете, самая серьезная – это пятая часть. Она, например, до семи лет предусмотрена ответственность. По словам адвоката, мужчине, чьи органы завещали после его смерти другим людям, нужно обратиться с официальным письмом в электронное правительство для граждан и не забыть занести заявление в антикоррупционное ведомство. Но уже сегодня от Центра национальных информационных технологий пришел ответ. Мол, услуга Шемкенца была получена за подписью его ЭЦП и сведений о сбое или ошибке нет. Чтобы отозвать согласие на донорство на портале egov.kyz, специалисты посоветовали в разделе «Здравоохранение» заказать услугу «Регистрация согласия или отзыва органов» и выбрать пункт «Регистрация отзыва на согласие». Анастасия Новикова, Абзал Требеков, Информбюро Шемкент.